здравствуйте дорогие одесситы добрый вечер в эфире медиа информ 737 73 10 я сегодня беседу с психотерапевтом светлана светлана григорьева григорьева извините пожалуйста светлана викторовна здравствуйте я понимаю так что человека психотерапевтическую деятельность приводит в какой-то мере те сомнения эти трудности которые он встречал на своем пути или по себе их знает чем психотерапия сегодня может помочь людям у нас очень нестабильная ситуация в обществе у нас очень много невротиков у нас очень много людей которые не знают правил новой жизни старой жизни уже больше нет той которая была новая еще не наступила правило непонятно чем много людей теряющих себя не способны себя найти делающие глубокие ошибки вас в оценке других людей в оценке и в контроле за собственной адекватностью неадекватностью то есть все это вместе взятая порождает наверное огромный поток людей которые нуждаются психологической помощи вот расскажите мне об этих людях это наверное интересно даже среди наших зрителей могут оказаться люди которым нужна такая помощь а у нас есть телефон прямой студии 737 7310 в первую очередь мне хотелось бы рассказать о вообще психотерапии и направлениях и подходах которые существуют и уже наверное зрители которые будут смотреть передачу смогут выбрать для себя приемлемый способ потому что есть предложение которое можно по своему усмотрению выбирать есть направление которое но как бы психотерапия есть как такая такой метод есть медицинская и есть психологическая но там есть еще и закон рынка человек приходит он не знает какой тип психотерапии ему показан он приходит туда где есть надпись психологи для на из надпись психотерапия а уже как там специалист разберется переадресует к тому который может помочь или возьмет все себе это уже как бы дело его профессионализма его совести так ведь ну давайте мы посмотрим какие есть варианты то есть есть вариант психодинамический подход когда рассматривается вот тот глубинный духовный процесс который вызвал какие-то эмоциональные стрессовые переживания когда есть страдания души и работа вместе с психотерапевтом помогает прояснить и отреагировать и в работе с психотерапевтом поднять те вытесненные детские переживания тот может быть семейный стереотип общения и откорректировать его же вместе с психотерапевтом и психодинамически это то что вместе с психотерапевтом происходит в течение времени какие навыки появляются какие эмоции что значит корректировать он становится более адекватным в самооценке становится эмоционально более способным на отреагирование адекватное есть возможность добавление себе защит психологических мы все знаем что разные ситуации требуют разного поведения разное поведение это всевозможная защита находясь в обществе мы естественно пользуемся теми или иными традиционными защитами для принятыми для какого-то человека вот он решил что только отрицание или только обесценивание является способом для того чтобы он выжил вот сейчас настоящий момент но есть варианты интеллектуализации есть понимание другого совершенно взгляда на ситуацию и возможности в уже другим взглядом иначе другой взгляд хорош тем что он другой или он хорош тем что он другой каким-то конкретным способом вот например есть возможность создавать определенную динамику если говорить человеку закрытому что ему нужно открыться а человеку открытому и неконтролирующему собственной развязанности сказать что нужно чуть-чуть закрыться и тот и другой получает позитивный вектор его стремление вы как бы всегда при деле то есть на самом деле есть такое грубое деление есть достаточно большое количество ну скажем так профессиональных циников которые говорят неважно что ты рекомендуешь главное чтобы он тебя слушался и всякие усилия над собой сами по себе позитивно ибо он себя раньше не контролировал а теперь своей помощью контролировать научился как ты это сделал это неважно просто поменял две фишки местами вот и все и все стало на свои места потому что него появилась динамика и появилась появился вкус к самоконтролю рефлексии это очень важно то что человек умеет наблюдать за своим поведением это что он научить научиться в результате работы с психотерапевтом анализировать свои поступки и может быть осмысливать свои какие-то действия это хорошо есть допустим подход при котором поведенческий вот мне нравится поведение и надо поведение изменить да кто-то кричит и что что делать с этим и надо выяснить во первых что мы меняем почему появилось вот такое поведение как вы какая ситуация поддерживает такое поведение дальше какие способы могут повлиять на такое поведение и как укрепить нужное поведение ну как бы она используется и в детской терапии и человек же един психологически един во всех средах которых он одновременно существует не одномоментно но одновременно в течение одного и того же периода своей жизни он является членом какой-то семьи он является каким-то сотрудником на работе у него есть еще какой-то круг интереса там какие-то дружбы там какие-то компании там и так далее то есть он в каждой из этих сред имеет как бы разницу между тем каким он хотел бы здесь выглядеть какую роль хотел бы здесь играть а какая ему здесь недоступна и на этой разнице в общем-то играют все окружающие он имеется эту степень удовлетворенности своей психологической коммуникативной жизни которую ну которая суммарно вот он получает во всех этих трех одновременно существующих вот средах и далеко не всегда он может так уж свободно манипулировать своим поведением потому что вот смотрите он выбрал себе рабочее место она в принципе устраивает но изначально поставил себе неверно неправильно сформировал отношения уходить не хочется терпеть очень тяжело вы можете такому человеку помочь но понять почему это так понять прояснить и конечно же сугестивная терапия есть которая заставляет делать так то и так то и есть рациональная терапия действительно это через волевые усилия через обязаны извне до через работу терапевта с клиентом который делает установки на такое такое то поведение и когда терапевт ему говорит по конкретным сюжетам как надо было себя вести на самом деле поведенческая терапия это тот вот сугестивный и когнитивный это поведение это распространенное направление среди ваших коллег а ну а ну меньше распространено в на территории украины и бывшие страны снг она больше европейского и американского плана как-то поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия встретить готовым рецептом на все случаи жизни очень тяжело а очень хочется такого именно встретить на самом деле даже готовые рецепты не всегда можно использовать есть много книг будьте богатым но для того чтобы это сделать необходимо а какие-то свои внутренние установки изменить я смотрел что предложение которые печатаются всякого рода рекламные ролики которые публикуются прокручиваются в эфире они все по уровню интеллекта работают скажем рекламодателя находится соответствие с уровнем интеллекта и культуры но потребителя то есть если вы хотите чтобы от порчи от сглаза чтобы приворот мужей там и отворот там любовником все это печатается и кто-то это читает и переписывает номер телефона то есть для человека грамотного и подготовленного я не говорю психологически просто элементарно неплохо учившись в средней школе уже сразу видно что это лабуда вот а тем не менее коль скоро такие тексты появляются их много это значит что на это клюют и рынок рынок реагирует и профессионалы стонут говорит что что творится на свете то есть на самом деле это не очень простая не очень простая стезя и не очень про и не очень простой комплекс вопросов возникает как бы и возникает и этика этический вопрос что я могу дать этому человеку может где нужно отправить коллеги только я теряю деньги то есть на самом деле тут много всего накапливается ну конечно в наше время сложных перемен магическое мышление существует и всем как магическая вот есть какая-то магия есть какое-то такое сделал мне стало легче ну да ну как бы даже вот есть такие очень достаточно быстрые техники по коррекции травм травма терапии они помогают локально убрать какую-то напряженность ломбической системе когда есть какой-то стрессовый момент переживаний он застрял и он мешает для того чтобы человек свободно себя чувствовал есть возможность достаточно дул там 10-15 встреч но откорректировать какое-то стрессовое переживание вы даете такому человек какие-то задания он потом их выполняет и вы с ним вместе разбираете успехи неудачи это проходит во время сеансов ну и дальше тоже дается задание с ним на дальнейшую работу с ним репетируете правильные формы поведения мы с ним проживаем неправильные проживаем стрессовые и драматические события и дальше уже есть возможность для того чтобы бессознательно решила тоже свои вопросы потому что сновидение дорабатывает те участки которые были затронуты но не вошли в работу и вообще сновидение это прекрасный момент а потому что много очень ложится на плечи сновидений те же самые установки когда человек решает что вот его поведение должно быть таким то и таким то и в мыслях если он использует часто вот такую мысль то поведение укрепляется если это реже используется то сновидение убирает то что реже появляется в выборке получается это достаточно тяжелая трудоемкая и неуправляемая извини индивидуальная работа с собой в лесе украинки есть такая строчка видмены сон мылой тика то есть от нее сон который давал бы одухотворенность давал бы облегчение просто бежит на вколотым но то тяжко там и так далее то есть на самом на самом деле хороший сон это большое это большое достижение большое счастье и это это правильная работа если есть возможность отдохнуть лучше а ваша церенда сговорить и могут вам рассказать что им приснилось до люба не все люди вспоминают свои сны в процессе терапии появляется уже устойчивое представление о том что это важно и когда это важно тогда память сохраняет есть такой момент потеснения когда человек или сопротивление боится какого-то то есть у него в сознании происходит определенная борьба между тем что вот он собой представляет и как бы теми обстоятельствами которые он регулярно попадает во сне во всяком случае так что ну а сон это возможность отреагировать конфликты внутри личностные духовные конфликты это столкновение душевных и духовных сил это вот те вот эмоциональные страсти эти все очень сложные конфигурации можете использовать объективировать в работе с простым обычным вот человеком который просто обратился к вам поскольку у него дискомфорт вы сейчас говорите довольно сложных вещах которые не по ней не все понятные непрофессиональной аудитории мы с ними тоже так говорить мы говорим на самом деле у нас очень высоко интеллектуальная аудитория надо аудитория и этого серьезно к вам обращаются все-таки далеко не не каждый человек может прийти к психотерапевту сказать у меня не все в порядке помогите мне пожалуйста то есть уже от всех на этой стадии происходит так что ну может быть да может быть и то же самое магическое мышление стремится к тем кто пишет на заборах вы работаете только с интеллигентами у меня специализация разнообразная но так как все-таки магическое мышление притягивает тех кто пишет на заборах самому порчу и сглажу то психотерапевтам приходит чаще всего это интеллектуальные люди интеллектуальные а возрастной разброс велик кого больше я понимаю что проблема у тех у кого проблемы там как бы формирование интимных каких-то сфер жизни там юношеские какие-то первые влюбленности и там всякие трагедии такого типа и понятно что уход из активной жизни или вытеснение из профессии у пожилого человека это другая драма и совершенно тут разброс большой кто обращается больше или все обращаются ну конечно же прощаются и те кто готовят себя к совместной жизни и хотят построить хорошую семью и для себя такую хорошую жизнь начале жизни до зрелые люди чаще всего приходят в терапию вот в среднем возрасте это терапию с детьми и с такой установкой что вот что-то с ребенком не так давайте что-то менять в нем и это тоже определенная психологическая проблема потому что чаще всего это касается первую очередь родителей вы как-то мне рассказывали что на самом деле очень важно найти в разной возрастной аудитории найти человека на котором завязано вот иногда бывает обратился человека вы ищете ищите не может найти выясняется что не нужно не в этой девочке искать и не в ее маме а даже в бабушке оказывается там как бы завязано все на другого человека который к вам не обращался и обращаться не собирается что вы так вот теперь будете тогда делать он недосягаем пришел человек который от него страдает и тоже не очень это понимает как вы можете такому человеку помочь когда причина его заболевания находится вне зоны досягаемости на самом деле терапия с детьми это очень сложный момент дети если они родились в этой среде они привыкли сложным условиям жизни к претерпевания каких-то неудобств и ребенка ведут в терапию какого-то еще одному взрослому который тоже что-то хочет делать оставляет родители заставляет терапевт и ребенку очень сложно в этой ситуации и на какую сторону стать либо за либо либо против это очень сложно но если семья осознает что происходит это всегда работа семейной системы это всегда работа той конструкции в которой ребенок помещен какая семейная система когда у нас там на каждые 10 браков 12 или 15 разводов когда непостоянная среда социальная для ребенка вот семье социальная среда которая называется семьей она не постоянно по составу когда взвинченная мать и причем не очень как бы подготовлены к материнству орет нас ребенка на улице так что становится появляется желание становиться защитить этого ребенка поскольку он просто страдает это это еще один инвалид на него кричать не потому что он сильно провинился а потому что нет ну как бы раздражает он достал он у взрослых жизнь усложнилось у взрослых жизнь стала менее перспективный что ли и поэтому они свою злость и свою неуверенность себе срывает ситуативно на ребенке который требует внимания или капризничает там еще и еще как-то себя ведет получается что такое такое травмированное общество очень травмирует и детей которые в нем растут и получается что работаю у вас и ваших коллег становится в общем-то просто необозримой крайне просто просто огромное количество такого рода здесь конечно работе не идет речь о переживании потому что действительно мама с очень нестабильной нервной системой с очень большой болью внутренней когда у нее не складывается что-то когда она не в состоянии сама свою жизнь построить естественно будет ребенок нести игру с этой тяжести на себе и в той же семье это стиме есть бабушка мамина мама которая тоже вызывает вы находите тот этаж через который можно проникнуть в сознание как бы человека и и начинаете воздействовать на всех трех на людей трех поколений через того который более для вас в терапевтическом отношении как бы желаем и желаем из успешных терапии это работа и родители и мамы а лучше если это папа и мама и ребенка отдельно тогда это гарантированно успешная терапия давайте продолжим вашу классификацию я вас как бы перебила все-таки мне хотелось бы кроме вот этой самой динамической как вы ее назвали психо динамической есть еще эти типажи это фроид это вся наша система аналитической терапии юнг это все что касается там штальтерапия входит психодрама входит входят такие транзакты анализ там работают терапевт и клиент и они вместе решают внутренние свои состояния то есть на процессе сопротивления переноса контр переноса проясняется что же происходит внутри этого пациента у этого человека в том месте где он живет как он а вы испытывая испытывая вот в другой ситуации какие-то проблемы может в этой ситуации с терапевтом способен их разрешить и умеет поменять какую-то свою привычную установку есть поведение а вот поведение с к терапия может говорили и есть когнитивная терапия в это поведение которое а не устраивает но она не устраивает понимание то из-за схем каких-то схем мышления это не проживание как бы понимать это понимание какими ты пользуешься механизмами какими схемами мышления тоже есть понимание откуда это берется понимание для чего для изменения поведения но на основе смены схем как бы появляется некая матрица который вы предъявляете вашему клиенту он выбирает в этой матрице эту точку которая похожа на то что он переживает вы с ним вместе начинаете раскручивать какие-то совместные действия так что ну как бы перезагрузка вот той системы которая неправильно сложилась а есть гуманистический инстинциальный гуманистический подход это рожерианская система где человек воспринимается рожерианская где человек воспринимается как целостная со всеми его внутренними духовными социальными и психологическими потребностями ну и в этой целостной системе там тоже часть работает как психодинамического плана тоже работают терапевты в похожем плане также системный анализ где работает семья и система является конструкцией которая вот сформировала таким-то или таким образом каждого из ее участников я правильно понимаю что здесь нельзя рассчитывать на то что было плохо стало хорошо и вы расстались это на самом деле многоступенчатая модель и она может быть сколь угодно сложной в зависимости от того как развивается динамика заболевания или там нарушение у самого клиента у самого больного ну как бы до нарушения чаще бывает и вторичной выгоды нарушение подстраиваются по ту систему человеку вот только ставку вам нужно научить тогда пациента собственно говоря встречать следующие этапы как бы своего выздоровления или своего там исправление своего свои меры адекватности там и так далее то есть все эти очередные этапы вы должны научить его проживать без вас ну и научить вместе с ним среди она желательно его я почему настаиваю без вас потому что тогда получается твой клиент на всю жизнь это очень важно чтобы какой-то период есть начало терапии есть завершение когда уже есть понимание что наблюдать а большой процент я которые подвисают тогда типа я не хочу расставаться попадают на иглу обращаются снова им теперь и нравится эта игра сама ты психотерапевтическая процедура и для него является притягательной и желанной и он хочет в этой среде побыть еще придумывает себе ухудшение да и садится на иглу процент таких велик ну есть те которые переходят терапевта к терапевту такая своего рода образ жизни и понятно что проблему не решив человек идет дальше и основная задача это все-таки внутрь идти себя они у вас у самого есть критерий когда вы говорите стоп дальше я тебя помочь ничем не могу идти гуляй я уже исправила все что должна была исправить все остальное зависит от тебя часто вы приходите к таким решениям ну в общем то есть договор по которому мы уже с клиентом решаем это вопрос обязательства вопросы как бы как бы технологической эффективности но если если мы обговорили и понятно что человек умеет справляться сам и мы это все прояснили что это да я с радостью я почему об этом спрашиваю то что расставание может принести очередную психологическую травму еще более тяжелую чем чем то с которой он пришел ну есть какие периоды этом отпуск когда тоже проверяется все привязанности надо система привязанности которая очень важна и она лежит в основе любой психотерий сказывается и на вашем утомлении наверняка если феномены выгорания и так далее вы мне говорили что есть супервайзера которые друг на друга контролируют как вы коллеги которые друг 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 другу помогают потому что это очень тяжелое занятие для вас в первую очередь но это обязательное условие работы терапевта работа в супервизионных группах в интервизионные группы это некое профессиональное сообщество где есть несколько десятков коллег для я так понимаю ну да есть в каждом направлении и свои группы которые ведут допустим работу супервизионную интервизионную и всегда есть возможность поделиться потому что приходя со своим каким-то случаем обязательно находятся люди у которых есть похожие ситуации и это расширяет и опыт и понимание и и и поддержку не только выгорание на и профессиональную поддержку мне показалось что в нашем общении вы скорее защищаете некий некий набор информации чем им делитесь это закрытость это профессионально или это я так так вас не могу не могу как бы раскрутить потому что у меня такое впечатление что вы как бы какие-то куски информации просто прячете у вас есть свое профессиональное видение ситуации вы вы даете то что в данной ситуации может показаться более менее приемлемым или это моя вина нет это вот одни вина это и мне кажется не вашей не боя мы рассказываем о разных направлениях и не улыбляемся так чтобы раскрыть более детально каждое из направлений что было бы как-то полегче наверное но и вообще эта как бы система это действительно дисциплина к дисциплине это имеет не только теоретическую но и в межличностную сторону то есть каждый получает от своего терапевта определенный как от гору вот такое скажем так посвящение вот в таком-то таком-то стиле работаешь таком-то таком-то стиле общаешься ну не знаю может быть даже это является какой-то такой небольшой тайной именно само обучение психотерапии но я эту тайну почувствовал поэтому поделился а у нас в гостях была светлана григорьева кандидат психологических наук психотерапевт которая занимается вот таким тяжелым трудом уже много лет помогая людям обрести адекватность да спасибо всего доброго до свидания до свидания